Цунжинский хребет, Самашки. Октябрь-ноябрь 99-го года. Продолжение следует. Дома спать спокойно. До них больше не дойдет. Никаких взрывов, ничего не будет. Мы их отсюда не выпустим. Никого. Грозный. Декабрь 99-го. Январь 2000-й. Комсомольска. Март 2000-го года. Район Сержень-Юрта. Июнь-Юль. Основные отряды уходили в направлении Автуры, Шали и Сержень-Юрт. Район Новогрозненского. Сентябрь. Сначала второй Чеченской прошел год. Сегодня федеральные силы не проводят крупномасштабные операции. А у боевиков, судя по всему, уже нет сил для серьезного открытого противостояния, как это было в Грозном или Комсомольском. Днем в горах тишина. Но как только стемнеет, артиллеристы начинают добросовестно перепахивать зеленку на склонах гор. Снарядов не жалеют. И в грохоте канонады может показаться, что на дворе сентябрь 99-го. Но утром все снова становится мирным. Чеченские поселки, через которые еще несколько часов назад перелетали снаряды, оживают. На базарах торгуют люди, дети идут в школу. Мирная Чечня, в которой, если верить официальной статистике, каждые полтора месяца Россия теряет убитыми по одному экипажу атомной подводной лодки «Курс». Но к этому, кажется, все уже давно привыкли. Год назад, когда войска пересекли границу Чечни, было ощущение, что у военных есть план. И они пытаются этот план поэтапно осуществить. Сначала выйти на линию Терека, затем освободить Грозный и потом горные районы Чечни. До тех пор, пока группировка с боями продвигалась вперед, сами военные, хотя и считали те задачи сложными, но зато вполне конкретными и понятными. Сегодня, когда наступать больше некуда, прошли уже всю Чечню. Командование говорит, что армия свою задачу выполнила. Но здесь, в Чечне, все от рядового и до генерала понимают, что до полной победы еще очень далеко. Как и год назад, главной задачей перед федеральными силами в Чечне остается ликвидация главарей боевиков. Часто задают вопросы, упрекают, что мы не способны поймать этих бандитов на таком клочке земли. Это, казалось бы, так, но это не сведущему человеку. Ведь чеченцы в тех, как мы говорим, бандитах, не рассматривают их как бандитов. У них там сыновья, у них там отцы, братья. Вот почему они оказывают помощь им. Вот почему их лечат, вот почему прячут, вот почему не выдают. Хотя в душе, в душе они против этого. Но они не могут заставить вот этих отцов, этих братьев, вот, вернуться. По одной причине, что те не верят в амнистию, потому что они запачканы, еще раз говорю, в крови. Август 2000, район Рус-Мартана. Толковая разведка выдвигается на задание. Из кустов за речкой в первую машину бьют из гранатомета. Гранат разрывается перед БМП. Кто-то впереди в лесу, дает пару очередей в сторону разведчика. Через несколько минут становится ясно, что боевики бой не приняли и скрылись в зеленке. Сколько их было, так и осталось неясно. Преследовать противника сходу в лесу разведчики не стали. Те, кто в них стрелял, отходя, наверняка оставили сюрпризы. Мины и растяжки. Сентябрь 2000. Район поселка Новогрозненский. Десантно-штурмовый полк под командованием полковника Юрия М. Воевал в Чечне с августа прошлого года по февраль нынешнему. Сегодня десантники снова в Чечне. Но в отличие от той, первой командировки, пока подчиненные полковника М. С противником в бою не сталкивались. Вот только когда боевые машины выезжают из расположения, саперы нелетко находят на дороге фугасы. Чаще всего 122-мм снаряды, из главной части которых отходят два проводка. Их может с безопасного расстояния замкнуть человек, или, как это чаще бывает, ставится специальный замыкатель, срабатывающий под колесом или гусеницей. За 10 дней саперы полка обезвредили 20 фугасов. Некоторые пришлось уничтожить на месте. Особенно вот в сторону Бачи-юрта дорога, она практически каждый день, даже днем она и то минируется. Это говорит о том, что... В одну сторону проезжают, и на другую. Да, да. Под разным предлогом. Дети, нет, даже не мужчины. Могут женщины предложить, дети, подростки там. Ну, мужчины, тут мы каждый сантиметр земли не можем рассматривать. Тут лесные массивы, вот эти холмы. И поэтому в одну сторону проехали, возвращаемся, уже фугас заготовлен. В чеченских селениях сегодня найти работу практически невозможно. А за один установленный фугас, по данным военных, можно получить сразу 300-350 долларов. Они сами говорят, что жить не на что, денег нет. Поэтому даже если придет кто-то из боевиков, придет и даст какую-то сумму, то любой местный пойдет и заложит эту мину или фугас, и, соответственно, пойдет домой отдыхать. А подрываться будем мы. Самый распространенный ответ федеральных сил – спецоперации по проверке паспортного режима или зачистки. Сами военные не питают иллюзии относительно эффективности этого метода. Вот зачистки сел, это, например, мне кажется, 50% просто фикция. Вот, когда, значит, идет защищать ОМОН, идет защищать, потом внутренние войска, вот они придут, значит, в село. Здравствуйте, здравствуйте. Документы ваши, пожалуйста. Раненые есть? Нет. Больные, значит, в оружии у вас в доме есть? Нет. Все, до свидания, уходят. Потом идет доклад – село зачищено. Местные жители уверены, что при зачистках задерживают невинных. И, как правило, после таких спецопераций, желающих устанавливать фугасы меньше не становится. При этом, если человек решил таким способом поправить свое материальное положение, помни о зачистках, он постарается зарыть снаряд подальше от своего родного села. Никогда житель не пойдет в ущерб своему населенному пункту, зарывать фугасы не станет. Идет где-то в другом месте. Вот, например, недавно случай был. Суворовский житель зарывал фугас между Кашкельдам и Герзелем. Сам зарывался на этом. Генералы знают, что в лесу и в горах в ответ на обстрел, или, по данным разведки, можно достаточно эффективно использовать артиллерию или вертолеты. Но как бороться со снайпером в мирном населенном пункте? Снайпер бьет. Мы приблизительно знаем вот этот, этот, этот третий день. А там ходит бабка, ходит дед, бегают для репетишки. Куда бить? Куда бить? И они этим пользуются. Командующий Северо-Кавказским военным округом Геннадий Трошев считает, что подобные задачи армейские подразделения в Чечне решать не должны. Армия сегодня должна оставаться там. Но армия сегодня должна сделать шаг назад. А шаг вперед должны сделать органы специальные. Еще раз говорю, ФСБ, МВД, прокуратура на то дело пошла. Внутренние войска. Вот кто сегодня должен работать. Сегодня чеченцы должны работать. Ведь они знают своих односельчан. Ведь они знают, кто есть кто. Кто воевал, кто пришел, кто возвратился. Они должны работать. Они должны знать о том, что этим людям нельзя прощать. Уйдет армия, они опять поднимутся и опять будут воевать, опять будут убивать, они опять будут продавать. Дальше командир личного состава ОМОНа. Количество 25 человек, по разводной работе построили. Начальник штаба отряда майора Упоков. Кто молитв? Волитву! Многие из бойцов чеченского ОМОН, как и его командир Муса Газима Гамадов, воевали на стороне федеральных сил еще в прошлую чеченскую кампанию. Сегодня они пытаются помочь навести порядок в Грозном. Вот только взаимодействие с российскими ОМОНовцами у них получается не всегда. На блокпостах подчиненных Газима Гамадова задерживают. Часто отбирают оружие. В документах чеченцев вечно не хватает какой-нибудь печати. Не разрешено ношение охранения. Вот надо вопрос просто поднять там, кто вам выдает. Пусть отдают или сюда забивать, или как. Чеченские милиционеры чувствуют, что им не верят. И сами перестают верить федералам. Задержали бригадного генерала. Когда задержали, о, раз, шум, гам, третье, десятое. Через месяц взяли, отпустили. Он здесь по всем блокпостам. Я командир ОМОНа, не могу по блокпостам проехать, допустим. Меня высаживают, шмонают там. А он, бригадный генерал, который агитировал, допустим, за газоват, за войну против России. Он, значит, свободно сегодня разряжается по блокпостам. Ну как, нормальное явление. И после этого будет мне народ верить, принесет мне народ информацию о том, что вот он бригадным генералом был, вот он расстреливал. Нет, они уже перестают верить. Эти люди с личными делами в руках готовятся пройти медкомиссию. Все они хотят служить в комендантских ротах, формируемых в различных населенных пунктах Чечни из местных жителей. Кроме оружия, боец комендантской роты получает боевые, около тысячи долларов в месяц. Найти другую, столь же высокооплачиваемую работу, сегодня в Чечне практически невозможно. Желающих попасть в комендантские роты много. Все хотят наводить порядок у себя дома. Ну, чтобы порядок был, не обижали людей мирных. Но многие из тех, кому, казалось бы, повезло больше других, их взяли служить на должность прапорщиков, вдруг оказались в должниках перед военным комиссаром республики полковником Александром Петровым. Я, прапорщик Дазаров Исрапил Шанаевич, настоящим докладу, что военный комиссар Чеченской республики полковник Петров приказал отдать ему за устройство на военную службу одну тысячу долларов. У меня денег не было. Я занял у двоюродного брата золотое кольцо с бриллиантами стоимостью одна тысяча долларов и отдал полковнику Петрову. В руках заместителя военного комиссара Чечни Анатолия Салина несколько подобных заявлений на имя военного прокурора. Как только следственная бригада ФСБ передала материалы проверки в военную прокуратуру, полковник Петров из Чечни уехал. На ключевой вопрос, кому доверить сегодня власть в Чечне, в Москве, кажется, уже нашли ответ. Три месяца назад главу республики официально назначили Ахмада Кадырова. В 96-м чеченский муфти выступал вместе с Басаевым, Радуевым и Масхадовым с одной трибуны. Эти христиане неверующие люди, они все эти собаки Аллаха. Но сегодня, когда этот враг, агрессор, оккупант, зашел сюда, я призываю мусульман всей России и вас тоже, дагестанцев, чтобы вы сказали правду, как она есть. Сам Кадыров и сегодня считает войну 95-96 годов агрессией России против чеченского народа. Но теперь он искренне убежден, что Масхадов и Басаев завели чеченцев в тупик. И федеральные войска на этот раз пришли в Чечню, чтобы защитить народ от бандитов. Это знает не только Россия, это знает весь мир, какую позицию я занимал в прошлую войну. Но сегодня, какую я позицию занимаю, об этом знает лучше всех, наверное, президент Российской Федерации, который меня назначил туда. Они просто меня бы не назначили бы, не изучил, значит, полное мое досье. У меня нет нигде грязи, чтобы я мог бы бояться, вдруг завтра где-то что-то всплывет. У меня этого нет. Поэтому я могу найти язык с любым человеком, который хочет нормальную жизнь в Чечне. Глава республики говорит, что в Чечне нужно срочно начать восстанавливать разрушенную экономику, нефтяной комплекс, жилье и дать людям работу. Ответить на вопрос, почему Москва не спешит выделять на это деньги, Кадыров не может. Ночные обстрелы блокпостов и комендатур в Грозном не редкость. Понять, кто и откуда стреляет в кромешной темноте, кажется невозможным. Но у ОМОНовцев и бойцов комендантских род, дома и развалины вокруг блокпостов, хорошо пристрелены. О том, как ориентируются боевики в Грозном, и говорить не стоит. Стрельба может прекратиться через несколько минут, а может затянуться и на часы. Утром, когда истекает комендантский час, в городе начинается движение. В Грозном, городе стреляющих руин, тяжело избавиться от впечатления, что война надолго разлила Чечню на два мира, отгороженных друг от друга бетонными плитами блокпостов и холодной стеной непонимания, пропитанной ненавистью и страхом. В Грозном пока ничего не начали восстанавливать. Те, кто решил, несмотря ни на что, остаться в полуразрушенном городе, рассчитывают только на свои собственные силы, да на гуманитарные продукты, за которыми люди выстраиваются в очередь. В камеру выплескивается волна горя и эмоций. Обижают нас, убивают нас, наших детей даже убивают. А у вас что-то произошло? Произошло. Брата убили, отца убили, ту войну. Отца, сестру убили, мы прямо в доме. Сейчас брата убили. Как лучше меня убить сейчас? ПЕСНЯ 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 По большим церковным праздникам на службу у развалин церкви Михаила Архангела в Грозном собирается до 250 прихожан. Постоянного священника в церкви нет. ПЕСНЯ Похищенный в 96-м году отец Анатолий до освобождения не дожил. А отец Захарий после чеченского плена большую часть времени проводит в больнице. Пока молитву верующим, которые каждый день приходят сюда, читает Валентина Куликова. И в первую, в нынешнюю войну она никуда из города не уезжала. Церковь охраняют ОМОНовцы, они же подкармливают стариков. ПЕСНЯ Наша армия, наши ребятки, которые здесь находятся, они нам что можно от своих бойков выделяют и помогают. Эти люди верят, что несмотря ни на что православный храм в Грозном будет восстановлен. ПЕСНЯ 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 Обещает нам президент наш церковь восстановить. Вот же была передача посвящена, по-моему. У нас телевидения нет, но приезжали люди с Ингушетии и говорили, что Путин показывал фотографии нашего храма, архангела Михаила. Он очень красивый был, ему больше 120 лет, и обещал нам помочь построить наш храм. Мы так обрадовались, мы все плакали от радости. Но я думаю, патриарх Алексий нас не оставит, все равно наш храм будет построен. ПЕСНЯ Семья Типсаевых в Грозное возвращаться не хочет. Спасаясь от войны, Адлан вместе с женой и четырьмя дочерьми год назад добрался до Ингушетии, и с тех пор они живут в палаточном лагере «Карабулак». Здесь у Типсаевых родилась еще одна дочка. Труднее всего было в самом начале. Не было газа, и в палатках не было печек. Сырость и холод. Дети постоянно болели. Младшей приходилось укутывать одеялами так, что мать боялась, дочь под ними задохнется. Но здесь не стреляли и не бомбили, и это было главное. Сегодня беженцам один раз в день дают горячую пищу. Привозят хлеб, дают масло, чай и сахар. Для младших детей открыли школу. Сейчас основная забота – подготовка к зиме. В отличие от людей, палатки не выдержали и прогнили. Зимовать в таких даже с печкой будет трудно. Но люди согласны, только бы не возвращаться в мирную Чечню. Я хочу только поблагодарить всех, кто нас обеспечивает. Насчет этого жалоб я не слышала. И хлебом, и с пешеблоком, и с австрийским питанием. У нас насчет этого хорошо. Периодически кто-то из соседей Типсаевых выезжает из лагеря домой в Чечню, на разведку. Но возвращается обратно. Дома небезопасно. Каждую неделю два раза делали зачистки. Приехала моя родственница из Саввоза Аргунского. 6 октября, то есть 7 октября, забрали невинных людей, избили. Потом еле-еле отпустили их через 2-3 дня. На второй день, по-моему, отпустили. Если было бы там безопасности, мы пошли, чтобы весь лагерь уехал бы вот завтра. Просто мои дети боятся малейшего взрыва. Когда этот ребенок даже сегодня со стороны услышит такой гром, она говорит, мама, мама, бомбят, мама, мама, бомбят. В отличие от обитателей палаточного лагеря Корабулак, жители дома быта в станице Луковская Моздовского района Осетии вовсе не уверены в том, что им позволит призимовать здесь еще одну зиму. Впервые о 70 русских беженцах, которых временно разместили в доме быта, мы рассказывали в январе. Тогда люди жили даже в подвале. Сегодня в подвале уже никто не живет. 20 человек лежат в больнице, а еще нескольких пустили к себе домой посторонние люди. Тем, кто остался в доме быта, больше идти некуда. И возвращаться тоже некуда. Александру Козлову, 65, из заводского района Грозного ушел вместе с женой. Она скончалась в больнице, уже в Моздоке. Больше него нигде никого нет. Нет, я больше туда не вернусь, никогда. Не приеду больше сюда, грозно. А почему? Потому что там страшно жить. И переживания. Сколько, три года, три войны я пережил столько много. И потерял все. Ничего не осталось мне, ничего. Я стал нищим. Недавно Людмила Липунова ездила в Грозный получать пенсию. Как там можно жить с мужем-инвалидом, она представить не может. Бьют непонятно где и что. И автоматные очереди, и все стреляет. И вообще непонятно, откуда и кто, и кого, и в кого. Ночами очень страшно. В семье Никишиных трое детей. Сюда приехали из Грозного. Прописки нет, работы нет, пособий, пенсий тоже нет. Брат Юрия решил из Грозного не уезжать. И погиб. Брат с родителями жил в заводском районе. Тогда уже газа не было, ничего не было. И вот он с отцом пошел за дровами. Прямо там на поселке, там рабочий поселок Андреевская долина. Пошли они за дровами и попали под обстрел. Отца ранило осколком в лесу, а брат погиб. Один раз в день Красный Крест кормит всех беженцев горячей пищей в столовой. Больше им никто не помогает. По Моздоку ходит упорный слух, что беженцев здесь будут держать до октября. А потом всех уберут. Куда, никто не знает. Салпом! Триста! 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 Сначала второй Чеченской прошел год. Триста! Триста! Субтитры создавал DimaTorzok